Говорят, ты не видишь всей картины. Ну, давайте я буду перечислять просто, что я вижу в той картине мира, которая мне доступна. Да, то есть мы 7 месяцев сидели там без болезопасов. Ну, я имею в виду ПВОшных, там артиллерийских, да, там не помогало. Сейчас нам дают 61 миллиард на один год. До конца этого года, то есть оставшиеся там 7 месяцев, 61 миллиард долларов. Америка передает. Да, плюс к этому Британия нам дает практически 4 миллиарда долларов, если в доллары переводить. Причем будет это делать, обязуется на ежегодной основе, то есть каждый год. У нас параллельно с этим Шойгу говорит о том, что нынешние темпы производства Российской Федерации не дают выдерживать требуемый темп наступления. Так он сформировал, да, сформулировал, да, зопал такой язык какой-то требуемый. А какие у нас там темпы наступления за 7 месяцев, за те же самые Авдеевку одну взяли, да, которую, кстати, начинали еще в 14-м году. Ну ладно, дальше что? Дальше нам приходят экспериментальные снаряды, которые дают нам Германия, которые бьют на 100 километров. На ком мы будем их пробовать? 100 километров, чтобы вы понимали. То есть у нас вот эти, сейчас Цезарь бьют на 70, когда есть калибурами, обычными на 40 километров снарядов. Вот мы сту расхорнячили вот буквально сегодня тремя снарядами с Цезаря. А нет, с Арчера, с Арчера, Арчера тоже это еще получит Цезаря. Мы Богдан уже свои стали выпускать. 10, тоже такая же колесная артиллерийская самоходная остановочка. Что у нас дальше? Америка дает нам Фэллон. Так, это экспериментально она делает, вернее, запустила в производство беспилотники Фэллон-1. То есть уголовник-1 в переводе на русский. Так вот этот уголовник-1, он не так, как бомбочки, но тут самодельные пацаны делают, да, там сбрасывают с квадрокоптеров. А он и гранатомет переносит, который поражает танку, там бронированную технику в состоянии. И есть второй вариант с пулеметом. Представляете, летает над тобой хрень и лупасит с пулемета. Ну, кто воевал, не дай бог, может себе представить, что это за... Да, то есть какая картина мира? Столтенберг, это глава альянса НАТО, сказал, что Украина точно будет в НАТО. Ну, просто неизвестно когда. Пока неизвестно, как сроки. Ну, там Зеленский сказал, что после того, как закончится война, как победим в войне. Ну, вот я вам говорю, мне как там украинцу, я понимаю, что меня там убьют в бою, там, или там прилетит что-то, да. Как вот этот кап недавно прилетел рядом с блендажом, лег, покантузил у нас. То есть я уже знаю, я со спокойной совестью как бы умру, потому что я знаю, что Украина будет в НАТО. Может, я этого там не доживу до этого, но, блин, то, что она будет, это уже гарантированно. И я спокойно буду, что те, кто захочет жить в этой Украине, там дети мои, сыновья, то есть они будут иметь такой выбор, понимаете? Не под Российской Федерацией, не под Москвой, не под Российской Федерацией, не под Москвой, да. То есть, смотрите, и что, помогают нам, ну, Япония, Австралия, там, ну, действительно же все помогают, всем миром, что называется, пытаемся с оккупантом расправиться. И что? У нас остались у россиян какие союзники? Северная Корея, да, и Китай. Ну, да и то Китай как-то, да. Сейчас не проходят платежи из Китая. Что ж такое? Набиулина говорит. Два месяца лах получается между тем, что мы отправили на экспорт что-то, а к нам доходят деньги. То есть, постепенно эту перекрывают, и блинки там, ну, ребятки, знаете, я еще в Советском Союзе видел эти старые плакаты, русский с китайцем, братья навек. Нет, что-то сбрататься с вами никто уже не хочет. И Китаю подставлять свою, там, полуторатриллионную торговлю с Евросоюзом и Америкой ради 240 миллиардов. России, ну, серьезно, это никто не будет делать. Я это сказал 28 числа апреля, 29 вышла статья в Reuters, что в семи банках человек, люди, китайцы открыли, чтобы получить платеж за свою, за свою, там, они какие-то гаджеты поставили в Россию. Ни один из семи банков не сказал, что мы не будем российские деньги приводить. И в юанях уже не берут, то есть не то, что рубли там или доллары. Юаня даже не принимают от этих самых, от россиян. Разве это не прелестно? Самолеты F-16 к нам заходят в этом году. Вот, третий год мы их ждем, и вот, наконец-то, в этом году, даже в этом мою, они приведут. Что там еще до было? Там много такого входит. Я не беру просто того, что у вас сегодня прямо снегопад. Сегодня 5 мая, у вас снегом завалило там трассы, это все остальное. Это природа-матушка просто за это дело. Природа-матушка за вас взялась. То есть у вас одновременно снегопадом завалены, посажены, наверное, уже картошка, да? Плюс там это зеленевшие деревья, плюс там у вас еще здесь сошло в Тюмени наводнение, но там же уже начался и снегопад, и пожары, да? Да, там, где там у вас, как это, где метеорит там у вас в этот падал? Чаркасск, Чаркес.